Я считаю, что было очень правильным решением сравнить Galaxy A54 с A53, потому что в этом сравнении, ну просто очевидно, что побеждает вот этот смартфон. Привет, мои любители Самсунга, маленькие и большие! Меня зовут Наташа, и сегодня мы будем смотреть на Galaxy A54. Свеженький, только что приехал к нам от BigGeek, за что им большое спасибо, поэтому при вас сегодня его распакую и посмотрим на этот смартфон. Более того, мы сравним его с Galaxy A53, который мне очень зашел. Мне очень понравилась эта А-линейка в прошлом году, и хочется посмотреть, что они сделали в этом году. Более того, я хожу с флагманской моделью Самсунга S23, и вижу уже по коробке, что как бы младшая модель должна быть чем-то похожа на старшую. Ну, в общем, посмотрим, сравним, давайте вскрывать коробку. Для этого нам нужно подрезать наклеечки. Кстати, только что поняла, что наклейки на смартфоне очень похожи на наклейки на еде. Типа, вашу еду до этого никто не ел. Ну и как этот смартфон, его еще до меня никто не распаковывал. Так, смотрим, что внутри. У нас, кстати, обратите внимание на коробку цвет Lime. Это самый интересный цвет в данной линейке, потому что есть еще лавандовый, ну и черный-белый классический. Поэтому я решила взять вот такой повеселее, тем более, что у нас весна, скоро лето, и хочется такого какого-то классного, легкого летнего настроения. У нас здесь коробка с инструкцией в крышке спрятана. Есть также у нас скрепочка, кабель, инструкция. У нас, кстати, вот смотрите, обращу внимание на клеечка. И честно скажу, что вот такие наклейки, когда клеят на смартфоны, как-то их удешевляет эта история. С одной стороны, удобно, ты вроде как видишь сразу, что у тебя инфинити дисплей, 50 мегапикселей камера. Кстати, для нефлагманской модели очень даже неплохо. Защита IP67. То есть, как бы да, все презентации есть. Но когда ты покупаешь этот смартфон, ты и так вроде как должен это понимать. Поэтому вот эта наклейка мне не очень нравится, сразу скажу честно. Но это же нам не мешает получить удовольствие от самого смартфона. Блин. Ладно, давай я его так просто достану. А он прям, во-первых, больше. Он больше флагманской модели. Ненамного, ну как бы вам показать. Хотя, ну, хотя прилично. Но это опять же у нас флагманская модель обычная. Не ультра, не плюс. Камеры по размеру абсолютно такие же. Наверное, чуть-чуть поменьше. Там микро и то, если присматриваться. И мне не очень нравится, сразу скажу, что он из глянцевого стекла. То есть, у нас флагманская модель, она матовая. И это ее плюс огромный. Потому что, я не знаю, как у кого, кто делал обзоры на флагманские смартфоны от Samsung. Но у меня реально ни одной царапинки вообще на этом корпусе не видно за время эксплуатации. А я с ним уже хожу, ну, месяц. Месяц точно. Поэтому вот этот корпус прям топовый. Вот здесь стеклянный корпус у меня вызывает опасения. Почему? Объясню. Потому что помимо Samsung, я хожу всегда с двумя смартфонами. Я это не скрываю ни от кого. Вот стеклянная поверхность, она царапается сильнее. Вот опять же, судя по даже этому iPhone. Края у нас у смартфона алюминиевые. Причем такие матовые. То есть, если на флагманской модели они глянцевые. Да, это тоже не очень хорошо. На глянце хорошо видно ляпки. То вот здесь у нас наоборот, как бы получается, сам корпус глянцевый, а края у нас матовый. Получается, что все как у iPhone. И вот еще сразу интересный момент. Я заметила, чего давно не встречала в Samsung. Это то, что у него разъем для лотка находится сверху. С одной стороны, это удобно. Объясню почему. Потому что у нас вот здесь у флагманской модели и у предыдущих моделей Samsung. Вот как бы рядом с сим-лотком находится микрофон. И очень многие действительно пользователи Samsung жалуются на то, что когда они хотят открыть сим-лоток, они попадают в микрофон. И это не круто. Здесь такой проблемы точно не будет. То есть чисто такой визуальный у нас обзор. Уже видно, что какие-то проблемы в Samsung пытаются решить и даже не в флагманской модели. И вот я уже вижу, даже не включая смартфон, я вижу, что у него достаточно большие рамки. Но это все мы увидим уже, когда я активирую смартфон. Когда я с ним похожу, потому что мне действительно интересно посмотреть вообще, как он в эксплуатации. Потому что важный момент. Смартфон стоит где-то 35 тысяч рублей. У нас версия на 256 гигабайт. И это, я бы не сказала, что прям дешево. Поэтому мне интересно именно, как будет себя вести этот смартфон в эксплуатации. Так что я от вас устраняюсь на неделю. Для вас секунда. Не переключайтесь. А пока я тестировала смартфоны, в рамках подготовки к своему другому классному ролику, я посетила московскую неделю интерьера и дизайна. Потому что по секрету вам скажу, я готовлю кое-что крутое и масштабное, связанное с умным домом. Выставку, кстати, посещаю уже второй раз. И каждый раз нахожу для себя что-то новое и интересное. Оно и неудивительно, потому что это масштабное мероприятие. Тут принимают участие более 400 маленьких и больших компаний со всей России, а также из нескольких зарубежных стран. Экспозиция разделена на тематические зоны. Мебель для спальни, кухни, гостиной, а еще детских комнат и даже подъезды собственного дома. Можно присмотреть себе стильный декор, картины и текстиль, а если вы только на начале стадии ремонта, разработать собственный проект с нуля с архитекторами и дизайн-студиями. Кстати, профессионалы своего дела, помимо мебели, отделочных материалов и декора, делятся еще и своими знаниями. На выставке проходят открытые лекции, интервью и экспертные сессии, где можно узнать о текущих и будущих трендах в интерьере и дизайне. Там же рассказывают, как грамотно реализовать задуманное. Меня лично больше всего интересовали умные и необычные решения для дома, потому как помимо красоты, я считаю, что место для жизни должно быть еще и технологичным, чтобы упрощать быт человека и оставлять ему больше свободного времени на работу и увлечения. Так что несколько часов я точно провела не только с удовольствием, но и с пользой. А самое приятное, это, конечно же, скидки, которые можно поймать как во время мероприятия, так и после него. И не только вдохновиться и зарядиться на обновления в жизни, но и начать осуществлять свои планы. Если вам интересна тема дизайна и интерьера так же, как и мне, то вы тоже можете посетить выставку. Они проходят несколько раз в год, и следить за всеми обновлениями можно на сайте или в социальных сетях. Все ссылочки, конечно же, будут в описании. Наконец у меня дошли руки доснять этот обзор. Для вас это была секунда, для меня даже больше недели, потому что я человек занятой. Так вот, к делу, потому что сложилось у меня определенное мнение насчет этого смартфона. И я считаю, что было правильно сравнить его с А53 моделью. Повторюсь, мне очень понравилась модель 22 года, А53. Для меня это практически идеальный среднебюджетник. И вот интересно было А54, удивил ли чем-то новым, помимо того, что у него, ну, практически новый дизайн. Кстати, хочу заметить, вот посмотрев на все эти смартфоны, какие у Самсунга приятные цвета. Не знаю, может быть, это исключительно мой вкус, но мне безумно нравятся вот эти пастельные оттенки. И нежно-голубой, и фисташковый, и лавандовый. Выглядят великолепно. Если бы передо мной вот так три поставили и сказали, выбирай только один из возможных, мне бы было сложно. Однако по дизайну эти устройства уже достаточно сильно отличаются между собой. Потому что А54, он уже такое переходное устройство, обратите внимание, между среднебюджетником и флагманом. Его постарались сделать очень похожим на флагманские устройства, только это ему не помогло. Честно скажу, это самый неудобный смартфон из всех трех здесь представленных. Сейчас объясню, почему. Во-первых, он самый широкий. Если взять предыдущую модель, А53, ширина этих устройств отличается буквально на пару миллиметров, в прямом смысле этого слова. При этом у нас старенькая модель, прошлогодняя, чуть повыше. То есть они как бы примерно диагональ экрана сохранили, но при этом держать А53 в руке гораздо, гораздо комфортнее. В эксплуатации это то, что я точно могу сказать, то, что я заметила. Во-первых, опять же возвращаемся вот к этим граням, которые у флагманских устройств и вот у новых А54 какие-то такие островатые. А во-вторых, это материал, из которого изготовлена задняя панель, потому что на А54 у нас стеклянная панель, а на А53 это пластик. И многие могут сказать, что Наташ, ну они же решили удорожить устройство, сделать его более презентабельным. Нужно же прям пальчики облизывать, смотреть и пускать слюнки. Но на самом деле, вот правда, в эксплуатации гораздо удобнее модель именно А53, она легче. 189 грамм, и это ощущается. Поэтому здесь я прям топлю определенно за А53. Дальше можно было бы обратить внимание на камеры и сказать, как сделаны красиво камеры у флагманских устройств Samsung. Что у меня в Galaxy S23, что здесь. Да, несмотря на то, что это красиво выглядит, все-таки вот это решение, которое в А53, оно тоже неплохое. Тоже выглядит очень-очень достойно. И мне в прошлый раз, когда я делала обзор исключительно на А53, тоже это решение очень понравилось. Кстати, в прошлогоднем устройстве у нас 4 камеры, а в новом устройстве 3. Честно скажу, что при эксплуатации не заметила какой-то грандиозной разницы. Я, возможно, не супер-мега-фотограф для того, чтобы пользоваться каждым объективом отдельно. Но что нам нужно? Приблизить кадр, просто сделать классную фоточку, ну и ширик иногда может пригодиться. И в этом, и в другом смартфоне все это есть. Причем, что интересно, у нас на старом прошлогоднем смартфоне основной объектив на 64 мегапикселя, в то время как в новом Самсунге на 50 мегапикселей. И вы можете сказать, ну блин, ну как так? Вот они взяли и уменьшили количество мегапикселей в фотокамере, но не перестану ни я повторять, ни другие члены команды Velsacom. Сейчас, наверное, мегапиксели мало на что влияют. Очень важно это именно, как работают алгоритмы обработки фотографии. На экране вы видите две фотографии. Какое из них сделано на А53, а какое на А54, угадайте вы или нет. Слева у нас А54, а справа А53. Давайте еще раз попробуем. Так, ну справа у нас теперь А54, а слева 53. В общем, к моему большому сожалению, несмотря на увеличение камер, с точки зрения дизайна заметно лучше фотографировать смартфон не стал. Фотографии с основной камеры как были очень достойного качества, так и остались. Где-то чуть лучше с цветом поработал А53, где-то наоборот новый А54. Что же касается детализации и контраста, все то же самое. Я действительно стараюсь быть объективной, но если вы заметили сильную разницу, обязательно напишите в комментариях, где я что не углядела. Если говорить про ширик и телевик, то они показались мне более качественными в обновленной версии смартфона. Во всяком случае днем, потому что ночью и тот, и другой результат ужасен. Но это опять же, если говорить только про ночной ширик. Если в целом оценивать ночные снимки, то они, опять же, очень достойные. И это тоже один из немногих случаев, где новый смартфон как будто лучше обрабатывает финальный результат. Фотки поярче и более детализированные. Фронталка же меня не зацепила ни на одном из смартфонов, но на А53 цвета мне все-таки больше заходят, чем на А54 модели. Она делает лицо более бледноватым, что ли, отчего вид какой-то болезненный. Но опять же, это если чисто лоб в лоб сравнивать. Если сравнивать видеочасть, то по мне и здесь тоже сильных изменений ни по качеству картинки, ни по стабилизации снова не произошло. Разве что на новом Самсунге изображение чуть кропнуто, из-за чего плавнее в некоторых местах. Но чтобы это увидеть, нужно поставить два видео рядом и вглядываться. В целом, плюс-минус то же самое. Я бы даже сказала, что видео с А53 как будто более детализировано. Смотрите, какая у меня логика. Если вам нужны именно клевые фотографии, так что вы могли считать себя мобильным фотографом, то вы, наверное, все-таки сделаете выбор в пользу флагмана. А если вы покупаете для себя средний бюджетник, такой как, например, А-серия, то мне кажется, здесь по большому счету не особо принципиально. Там вот эти, знаете, пиксели разглядывать. Хорошо фоткать смартфон? Хорошо. Можно ли выкладывать в соцсети фотографии, которые с него получаются? С превеликим удовольствием. Опять же, если не согласны, пишите об этом в комментариях. Там всегда можно излить свою душу. Доступ открыт. Настало время для следующего фиаско, потому что, помните, я вам рассказывала еще в распаковке, посмотрев на экран, что мне кажется, рамки нового смартфона достаточно большие. Так вот, они на практике реально очень большие. Если сравнить даже с флагманским устройством и даже с предыдущим А53 устройством, ну просто посмотрите, у него самые толстые рамки, блин. Тоже, я считаю, 54-й за это похвалить не могу. У обоих экранов супер AMOLED. Супер, как мы это любим. Что касается яркости экрана, то не буду лукавить. В 54-м экран стал ярче. Но не знаю, что меня больше бесит. Рамки? Да, рамки меня больше бесят. Я просто говорю от себя, как и считаю нужным сказать. А вы уж сами там делайте выводы. За счет всего, о чем я уже сказала, у нас получается, что диагональ 54-го 6,4 дюйма, а старой модели 6,5 дюймов. Опять же, когда вы смотрите на цифры и выбираете, что вам все-таки купить, то ручки-то тянутся к 53-му. Объем памяти устройств двух поколений абсолютно одинаковый. Оперативный 6,8 на выбор, а встроенный 128 и 256 на выбор тоже соответственно. Я все-таки призываю брать памяти побольше, потому что это лучше на перспективу, если вы смартфоны нечасто меняете. Обращу ваше внимание, что на обоих устройствах Exynos, любители Snapdragon, выдыхаем, все нормально, потому что, в принципе, в тестах себя смартфоны проявляют очень даже неплохо. Причем, замечу, что разница небольшая. Но если мы даже отложим в сторону искусственные тесты, то по факту в играх очень неплохо себя проявляют оба устройства. Опять же, учитывая их цену. Что гораздо важнее, это то, что я между двумя этими устройствами разницы в производительности вообще не заметила практически. Да, опять же, в играх чуть-чуть, но в остальном, если мы берем какие-то ежедневные задачи, практически одинаково. Что на А53, что на А54. Да ладно, не практически, одинаково. Поэтому здесь остается только один плюс, который я могу отдать А54 модели, а конкретно батарея. Несмотря на то, что оба смартфона имеют объем батареи 5000 мАч, все-таки А54 работает дольше. Как я это проверила, спросите вы? Да у меня такой был житейский тест, достаточно простенький. Я просто взяла два смартфона, зарядила их на максимум, выкрутила яркость на 100% и включила видосики. И 54 модель у меня проработала на 5 часов дольше. Это много. Это гораздо дольше, чем А53. Но опять же, и А53 проработала, получается... Сейчас посчитаю, подождите. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Подожди, сейчас. 15 часов, получается, проработал А53, и 20 часов проработал А54 на максимальной яркости. Если не брать время работы вот в этом вакууме моего странного теста, а применять его к жизни, то есть смотреть видосики, при этом играть в игры, переписываться с кем-нибудь, откладывать смартфон, потом не трогать его какое-то время, потом снова к нему возвращаться, то день спокойно проработает и одна, и вторая модель. Samsung, зачем вы это сделали? Вы меня расстроили. Вы меня просто расстроили. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, от года к году смартфон должен становиться лучше. Но на мой исключительно вкус не стало лучше. А где-то и хуже, потому что у 53-го эргономика просто идеальная. Хоть я, опять же, повторюсь, люблю маленькие смартфоны, но если мы берем уж то, что есть, здесь реально хорошо сделано. Почему нельзя было просто оставить хорошо и не усложнять? Да, хочется за небольшие деньги, чтобы дорого-богато, но пока что-то как-то неудачно получилось. На мой вкус, на мой взгляд, опять же, я бы не стала переплачивать 10 тысяч, практически 10 тысяч. Жалко, только нет версии на 512, иначе это был бы просто самый шикарный смартфон вообще из среднебюджетников. А так, рекомендую 53-й. Не переплачивайте. Я думаю, что мой вывод все поняли, он достаточно однозначный. Как поступать в итоге, сами решите. На что тратить деньги, сами решите. Но я все-таки призываю вас поставить лайк. Надеюсь, на это вы тоже решитесь. Ну и, конечно, пишите в комментариях, что там думаете обо мне и об этих смартфонах. Все, пишите. Ну и подписываться на канал не забывайте. Всем пока!